«Во многих местах мира есть большие горы. Во многих местах мира есть заснеженные вершины. Но нигде нет такого озера, как Тахо, окружённого заснеженными горами. В нём всё особенное – размер, прозрачность и синева». Пресное озеро Тахо пристроилось у подножия горного хребта Сьерра-Невады на западе США. Долгое время эта природная красота оставалась почти нетронутой людьми. Но после Олимпиады 1960 года об озере и горных вершинах узнали во всём мире, и туда хлынул поток туристов. А вместе с ними появился и мусор. В 80-х годах в летний сезон сюда приезжали до 90 тысяч отдыхающих. Сегодня – до 300 тысяч. В последние годы учёные стали замечать, что воды Тахо уже не такие прозрачные, как раньше. Тогда решили провести операцию по очистке озера. Она длится уже год. Профессиональные дайверы, а также волонтёры собирают мусор вдоль береговой линии. Она протянулась на 115 километров. «Прошёл год. Это были сотни дней погружения. И мы израсходовали почти тысячу баллонов с воздухом». Дайверы подняли со дна множество бутылок, банок, верёвок, шин, рыболовных снастей, мячей для гольфа и грушек и солнцезащитных очков. В итоге озеро Тахо избавили от 12 тонн мусора. «Это вдохновляет, потому что относительно небольшая команда справилась с такой сложной задачей. Мы за один год убрали то, что люди бросали в озеро Тахо в течение полувека». Теперь художники создадут скульптуру, используя часть собранного мусора. Её покажут в выставочном центре в Неваде. Так хотят вдохновить людей меньше загрязнять природу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова